Соответствующая запись со словами благодарности появилась на странице администрации в сети ВКонтакте. Под прицелом фото и видеокамер агент страховой компании была вынуждена принять заявление, говорится, в посте. Однако до победы еще далеко, сожалеет начальник городского отдела транспорта Надежда Нятина. Вот если сейчас заявление передали на один автобус, приняли его, спасибо телекомпании, журналистам, что эту проблему озвучили, то сейчас на очереди будут остальные автобусы, это же страхование, срок действия страхового полиса один год, и то есть необходимо его каждый раз там либо продлять, либо получать новый. Потом у нас к поставке готовятся следующие автобусы, то есть если из десяти мы уже три приобрели и поставили на работу, то скоро будут следующие автобусы. И эта ситуация, к сожалению, не дает выпустить автобусы на линии. Более того, трудности испытывают также и частные перевозчики. Частные перевозчики также испытывают эту проблему. Более того, есть предприятия, которые тоже обновляют свои транспортные средства и также сталкиваются с этими проблемами. Сегодня звонила, уточняла эту ситуацию. Частные перевозчики даже продлить не могут действующие страховки. Тоже бьются и через интернет-ресурсы, кто-то жалуется высшестоящей инстанции. Эта проблема действительно существует. По словам Надежды Нятиной, проблема со страхованием автобусов существует не только в Бердске, но и в других муниципалитетах области. Перевозчики поставили уже в известность областной Минтранс. А еще раньше бердский общественник Дмитрий Таблеткин обратился даже к президенту страны с жалобой на страховые компании. По всему сибирскому региону, как минимум, произошел сговор страховых компаний, говорится в нем. Получить полис ОСАГО в бумажном виде практически невозможно. Лишь в редких единичных случаях некоторым людям удается купить ОСАГО и то при условии навешивания дополнительных услуг. В электронном виде получить полис также в абсолютном большинстве случаев не представляется возможным, рассказал Дмитрий Таблеткин. К своему обращению он приложил запись телефонных переговоров с представителями страховых компаний. ПОСАГО в том, что требует осмотра автомобиля вашего поломоченным сотрудникам. Это в Новосибирске. Можно здесь заявление написать в течение двух-трех месяцев. Ничего не понял. Еще раз. Что нужно сделать? Поломоченный сотрудник должен осмотреть ваш автомобиль. Ну, вперед с песней. Вот он стоит. Он находит в городе Новосибирске. Чтобы к нему попасть, нужно писать здесь заявление, мы туда отправим, как очередь подойдет, а вы не заходите. Через сколько? Два-три месяца? Очередь на два-три месяца вперед. Когда я захожу на сайт вашей компании, я, во-первых, я не вижу адреса офисов ваших в Новосибирске. Это, во-первых, во-вторых... У нас закрыт филиал в Новосибирске. Закрыт? У нас нет филиала. Замечательно. Замечательно. И когда я захожу в список ваших СТО, с которыми у вас заключен договор, я вижу ближайшее в Барнауле. Это в 200 километрах от меня. Ну, это так и есть. И в 10 километрах от Барнаула, от Новосибирска. Так вот у меня вопрос. Каким образом я могу застраховать автомобиль, чтобы мне потом 250 километров не везти на ваше СТО? Смотрите, ну вас электронно перенаправили. Если как бы так получается, что РСА перенаправили на нашу компанию, нет филиала, неудобно пользоваться. То есть, ну и вы не оформяете электронный полис. Вы можете в офисе любой вашей компании, которая у вас представлена в Новосибирской области, оформиться просто обычный полис, как обычно. Итак, ближайшее СТО в Барнауле, а в близлежащем Новосибирске очередь на пару месяцев вперед. Другой бердский общественник Дмитрий Дедышев также испытал на себе все прелести общения со страховщиками. Одна из причин, которые очевидны, ну во всяком случае мне, это то, что в Бердске нет ни одной специализированной СТО, которая одновременно могла бы менять как кузовные элементы с покраской и обработкой, так и детали конструктивные. То есть, я таких не знаю в Бердске. По новым требованиям, каждая лицензированная под ОСАГО страховая организация обязана заключить договор с такой именно СТО. Вот поэтому они массово и бойкотируют, ну и не дают заключить договора. И получается, что ближайшая станция находится в Баскетиме или в Новосибирске, то есть в радиусе более 20 километров из 50 положенных. К слову, мытарство со страховыми компаниями вынуждены проходить не только частные лица. Накануне с проблемой в получении страховки столкнулось Бердское муниципальное автотранспортное предприятие. Да так, что под угрозой оказались пассажирские перевозки. Со вчерашнего дня у нас специалист наш по отделу эксплуатации пытается подать заявление страховой организации на выдачу полиса ОСАГО, чтобы нас застраховали в рамках федерального закона. Изначально ссылаются на то, что якобы нет формы заявления. Мы говорим о том, что в законе нет унифицированной формы как таковой. Следовательно, мы можем в свободной форме написать заявление, будьте любезны его принять. В свободной форме написали заявление, однако тоже отказываются принять. Поэтому ситуация назрела и буквально через две недели 15 автобусов, это на первое время, просто не выйдут на линии города, на маршруты. Поэтому мы можем прийти к тому, что к началу года у нас автопарк в принципе встанет. За исключением шести новых автобусов, которые были застрахованы в конце мая. Напомню, что наша телекомпания вмешалась в ситуацию. По телефону в присутствии директора ПТП нам удалось добиться от представителя страховой компании, чтобы заявление от Берчан было принято. Нет, давайте мы подадим заявление через страховую компанию, которая находится по месту нашего нахождения. В городе Берц. Хорошо, напишите заявление, оставьте его, дайте сотруднику моему телефону. Получил ответ на свое обращение к президенту и Дмитрию Таблеткину. Правда, пришел он не из Кремля, а из Центробанка. В нем была указана форма, по которой нужно отправлять заявление прямо в Центробанк о том, что страховая компания отказала. Основания для отказа, допустим, были такие-то, либо их не было вовсе. И к этому письму очень желательно прилагать какие-либо доказательства. Например, аудиозаписи, видеозаписи, что угодно, то есть любые доказательства. И, соответственно, это будет все рассмотрено. И если эти жалобы будут не единическими, а регулярными, то есть многократными от разных людей, то не просто страховую могут наказать вплоть до отзыва лицензии. Я же не ждал от того, что Путин приедет и здесь всех нагнет и нас на всю страховать. И это описан законный метод, как эту систему отладить, как эту проблему решить. Я думаю, что это вполне нормальный ответ, вполне логично. Это не какая-нибудь отписка, как мы привыкли получать. Бердский общественник полученным ответом остался доволен. Он уверен, что Центробанк предложил хороший рецепт борьбы с нерадивыми страховщиками. Насколько это верно, покажет практика.